Добрый день! В Хантамансийске Вигорская Шахматная Академия продолжается чемпионат мира среди юниоров, юношей и девушек не старше 30 лет. Обзор восьмого тура он подготовил специально для пресс-центра чемпионата мира международный мастер Владимир Барский. Эта известная в теории позиция возникла в партии между индийским юниором Шардулом и кроссмейстером Азербайджана Ниджатом Абасовым. Последний ход черных был слон С8, Ф5. Более опытные любители шахмат наверняка узнали эту позицию. Она возникла из-за венского варианта Сердзева Гамбита. Ход слона Ф5 впервые сделал Владимир Кравник в партии с Ливоном Ароняном на мемориале Таля в Москве в 2010 году. Тогда это была новинка. До этого черные играли слон Е6. Владимир подготовил более активный ход слона Ф5, добился перевеса, потом где-то перегнул палку и проиграл. То есть первый опыт для черных закончился неудачно, но по дебюту у них было все в порядке и с тех пор этот вариант считается вполне приемлемым за черных. Индийский шахматист здесь взял пешку на Т5. Никто так до него не играл и после, скорее всего, играть не будет, потому что этот ход плохой. Он, по сути, проигрывает партию. То ли индийский юниор не знал теорию, что тот что-то забыл, перепутал. Ладья С8. Теперь по открывшимся линиям черные разбивают сильнейшую атаку. Слон Е2. Ладья С1. Шах. Слон Д1. Слон С2. Связывает его слона. Белые защищают его. Включают ладью в защите. Но, конечно, король на Е2 расположен не лучшим образом. Ладья С8. Слон Е7. Попытка подключить еще и слона каким-то образом в обороне. Если здесь сыграет, скажем, ладья Е1, тогда следует такой красивый ход. Ладья С5. Черным очень важно сбить белую ферзя из центра. Получить доступ к полю С4 для своего ферзя. Ладья С5 брать нельзя. Черные побьют на Д1. С шаха. Потом заберут этого ферзя. А если здесь Перс Д8. Тогда король Х7. Взятие. Взятие. Король Х1. Шах. Так. И ладья Е2. Все-таки черные добираются до белого короля. Партии этого не было. Партии. Белые. Как я уже сказал. Сыграли слон Е7. Ну а в частности они прикрывают поле Ц5. И здесь черные совершили просчет. После которого партия могла закончиться в ничью. Они побили слона на Д1. Правильно было здесь сыграть Перс к Ж4. Начиная с нападения еще и на королевском планке. То есть открывая как бы второй фронт. Очень важно связать коня. Напасть на пешку. Теперь грозит взятие на Д1. И шах на С2. В ряде вариантов. Но прежде всего конечно висит пешка. Например. После ладья Ф1. Ферзь Г2. Ферзь Д7. Опять следует. Известный нам мотив. Ладья останавливается под бой. Ферзь Д8. Король Х7. Ферзь Д4 например. Тогда проще всего выигрывает Ферзь Бьет Х1. А король Бьет Х1. Ладья Бьет Д1. Черные отыгрывают ферзя. Остаются с лишним качеством. С выигранной позиции. В партии. Черные сразу разменялись на Д1. Ладья Бьет Д1. Ладья С2. И здесь. Белые могли сделать ничью. Если бы они сыграли здесь. Ладья Д2. Или отошли бы королёв. Например. Король Е1. Ладья Бьет. Ферзь Д1. Ферзь С4. Грозит. Ладья С1. С выигрышем ферзя. Тогда конь Д2. С нападением на ферзя. Перст С3. Король Е2. И здесь. У черных нет ничего лучше. Чем форсировать ничью повторением хода. Вот. И так далее. А в партии. Белые ошибочно закрылись от шаха конем. И получили шах с Ж4. Возможно они забыли про эту возможность. Что персик так учились в доску. Перепрыгивает с фланга на фланг. Ферзь Ф3. Тогда ферзь С4 шах. Король Е1. Ферзь Д3. Белые связаны. Перевязаны со всех сторон. Ферзь Е2. Ферзь С3. И белые сдались. Потому что у них нет приемлемой защиты от угрозы. Валерия И1. А Ферзь В1. Валерия С1. Субтитры предоставил D8. Продолжение следует...